Виктор Олегович, здравствуйте. Да, здрасте. Меня зовут Иванова Светлана Робертовна, врачебный отдел ООО МКК Турбозайм. Разговор записывается. Виктор Олегович, я звоню вам по поводу вашей задолженности. Оплата по договору займа от вас не поступает. Сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет к минуту 4719 рублей 18 копеек. Слебование компании произвести оплату сегодня до конца дня. Как планируете решать вопрос? Да никак, я на спецоперацию собираюсь. Добровольцем пошел на контракт. Вы же понимаете, что вы обращаетесь, даже если вы отправляетесь на СВО, вы это делаете уже после оформления договора. Тем более годовой. Значит, у вас любая часть появится. Ну да. Но у меня там связи не будет, я не знаю, как я там буду платить. Я же вот ради вас иду в том числе. Можете мне простить. Сейчас у меня на экипировку деньги ушли, на консервы. Ксюшку покупать надо за свой счет. А вы где сейчас работаете? Да нигде я уже не работаю. Я контракт заключил у меня завтра. Завтра уже отправка. Да я все, уволился уже. Можете поменять на Министерство обороны. А мы уволились, да мы не работаем. Министерство обороны. Напишите. Я вас анкетные данные не могу курить. Да это вообще не ваше дело, когда я там что получал. Я ухожу на спецоперацию, вам больше знать нечего. Вы должны сказать, все, молодец, спасибо. Спасибо вам большое, что едете нас защищать. Так вам нельзя по закону распространять информацию о задолженности третьим лицам. Чего вы, женщины, рассказываете глупости. Но если вы хотите, ну как это, делать, делаем запрос вашему работодателю, как это не распространяете. Да нет, это будет считаться распространением информации третьим лицам о задолженности. Понятно же, что если организация, которая выдает кредит и делает запрос, скорее всего, речь идет о кредите, правильно? Либо о задолженности. Нет, да вы делайте, пожалуйста. Ну, вы постоянно закон нарушаете, это все уже давно знают, собственно. Ну, это ваше мнение только. А я считаю, что то, что вы называете, это нарушение. А, вы в рамках законодательства работаете. А, и третьим лицам вы информацию о своих клиентах не распространяете, да? Третьим лицам информацию не распространяем. А-а-а, вот молодцы какие-то, да, действительно, не распространяем они третьим лицам информацию о своих клиентах. Парточки, мы с вами будем диалог вести, или вы будете меня перебивать? Я буду вас перебивать. Виктор Олегович. Я буду вас перебивать, говорю. В результате законодательства в частности 230 федеральный закон и 353 федеральный закон не запрещает такой вид взаимодействия. Совершенно верно, 230 федеральный закон запрещает вам распространение информации третьим лицам. Не запрещает. Шестая статья, часть третья. А, не попадает, да. Ну, то есть, ну, понятно, вы же, да, идентификацию проводите человека. Вы же идентификацию, да, человека проводите. Точно убедились, что вы общаетесь с клиентом в своей организации. Молодцы, да, не вопросов нет. Конечно, вы закон не нарушаете. Вы меня проверили в начале нашей социальной разговоры, что это не вы. И королевы. А-а-а, вот так вас легко обмануть, да. Надо просто сказать, да, да, конечно, это я. Слушайте, это просто рай для любого мошенника. Рай просто. Оказывается, достаточно просто сказать, что да, это я и все, и ничего больше не надо делать. Это, блин, мошенники радуются, да, верно, бабки зарабатывают, блин. Я не знаю, что я не знаю, кто там проживает. Я просто не понимаю, почему вы такая любопытная. Может, у вас в жизни, конечно, что-то нехорошее у вас там случилось, да. Звоните незнакомому человеку полдевятого утра, блин, задаете какие-то вопросы личного характера. Ну, понимаю, наверное, вам просто не с кем поговорить, скучно. Ну, запишитесь в клуб анонимных алкоголиков, походите там, пообщайтесь, поспрашивайте, кто там где проживает. Женщины, я не общаюсь с незнакомыми людьми на тему, кто где там проживает, когда я там уволился с работы. Понимаете, это вопросы личного характера. Таким образом, да, то, что компания... И я просто, ну, в нашем социуме обычно с незнакомыми людьми такую информацию не обсуждаю. Ну, ухожу от темы разговора, Виктор Олегович, еще раз говорю. Вы уходите от темы разговора. Ухожу, да, ну, ладно, ну, не общайтесь со мной, если я ухожу, не общайтесь со мной. Что вы со мной общаетесь тогда, если я от темы разговора ушел? Ну, мне звонит какой-то не совсем, видимо, вменяемый человек, задает мне какие-то вопросы. Да я на спецоперацию ухожу, все, я завтра уезжаю, у меня контракт. Я вообще не знаю, вернусь я или нет. В смысле какую, которая у нас полтора года уже ведется. Вы в России или нет живете? Или вам за дискредитацию армии хочется административный штраф получить, а? Может мне разговор, куда нужно отправить этот? Вы что? Вы вообще поддерживаете специальную военную операцию? Поддерживаете? Нет специальной военной операции? Ну-ка, ответь, ответь быстро мне. Ответ, слушаю. А, понятно. Ну, хорошо, сейчас будет направлено заявление на вас. Приложу вот этот вот аудиозвоночек и направлю в Министерство юстиции, в прокуратуру. На предмет возбуждения протокола об административном правонарушении за дискредитацию армии Российской Федерации. За неподдержку специальной военной операции. Ждите штраф. Вы скоро будете вообще на кукане сидеть. Скоро ФСБ вами займется. Ну, как про что говорю? Вы не поддерживаете специальную военную операцию. Я буду вынужден сейчас эту запись передать, куда нужно. На предмет возбуждения административного... Значит, составление протокола об административном правонарушении. И привлечения вашей организации в качестве руководителя к административной ответственности. Все, ждите штраф и увольнение. Ждите штраф и увольнение. Я уже сейчас готовлю заявление в полицию и в прокуратуру. Давайте, ждите. Ждите, ждите. До свидания. Побольше говорите про специальную военную операцию. Все, вы попали, женщина. Я вам говорю, вы попали. Я сейчас буду заявление писать. До свидания. Ждите. Ждите, ждите. Сейчас я буду писать заявление на вас. Мне кажется, она немножко дрожает. У него голос начал. Молодой человек, это вы вообще-то исходящий звонок совершаете. Вы дозвонились в полицию. Отдел МВД по академическому району. Ну, так вы же сказали, что вы полиция, что вы хотели уточнить. Нет, вы не отдел, вы сотовый телефон. Я позвонил на сотовый телефон. Альбине Мусовой... Пожалуйста, и труп. Молодой человек, вы издаете в полицию. Вы в полицию дозвонились. Алло, полиция? Да, это полиция. Какую информацию, кому вы хотите передать? Я хочу пообщаться с Альбиной Мусовой. Ну, у нас таки здесь не работает. Звоним по поводу АОО ТП банка, повторяю. Михаил Алексеевич Артищик, разговоры записываются. Вы звоните из банка, правильно? Мы звоним по поводу АОО ТП банка. Вы звоните откуда? Откуда? Как компания называется? ООО КФ. ООО КФ. Хорошо. Вы где находитесь? В Москве. Город Москва, улица Бутырский вал, дом 68, дробь 70, строение 1. Мужчина, вы 100% не в полицию. Вы именно вот там находитесь, да? Хотя нет, вы, конечно же, возможно, и сотрудник полиции. Да, я именно там в офисе и нахожусь. Вы, конечно, может быть, не сотрудник полиции, но позвонила не в отделение полиции. Позвонила на сотовый телефон частного лица. Но вы попали в отделение полиции в МВД по академическому району город Москва. Нет, но если вы лично сейчас находитесь в отделении полиции, вот лично подняли свой сотовый телефон в отделении полиции, вас правильно понимают? Это дежурный телефон. Вы по какому номеру звоните? Дежурный сотовый телефон. Дежурный сотовый телефон. Девятнадцать. Нет, вы попали по телефону 8499-124. Отделение. Отдел МВД России по академическому району. Тридцать пятый отдел. Вы можете к нам подъехать, если у вас какие-то вопросы есть. Переадресацию. Альбина Москва поставила переадресацию. Возможно, да. А что вы от нее хотели? Мы хотели с ней срочно связаться по поводу аутопа банка. Все логично. Я же сказал, почему мы звонили и зачем. Хорошо. Ну вы сейчас там по адресу, да, находитесь, который назвали? То есть вы прямо там находитесь сами лично. То есть у вас там офис. Правильно. Правильно, именно так. Хорошо, хорошо. Да, записали, записали. О, КФ. Зафиксировали, хорошо. Понятно. Нет, вы точно не... Вы 100% не из полиции. А вы можете к нам подъехать, пожалуйста, старший лейтенант Глимзианов Илья. Вы 100% не из полиции. И убежал. Меня хотела поговорить с Теревоном Александровичем. Да, слушаю. Меня зовут Супачина Кристина Вячеслава. Он на руководь записывает, что у меня с вручением, какая деньги, по поводу вашей должности. Сума долгого у вас вставляет 12 250 рублей, 10 копеек. Актуально на сегодняшний число. Банк выставил требование оплатить долг в течение 72 часов. От вас поступает оплата в добровольном порядке? Нет, я на специальную военную операцию ухожу. Не планирую ничего платить. Куда уходите? На специальную военную операцию. Служить по контракту ухожу. Ничего платить не планирую. В таком случае я перестал в банк справку, чтобы вам были кредиты и каникулы. Я вообще платить не хочу, в принципе. Можно совсем не платить. Я контракт все-таки заключаю. На специальную военную операцию ухожу. Нет, это вам предназначены каникулы кредитные. Кредиты и каникулы. Я не хочу платить. Считаю, что не обязан. По какой причине вы не обязаны платить? Потому что я иду на специальную военную операцию. Контракт заключаю. Это вам не освобождает от ответственности. Я сам себя лично освободил. Или вопросы какие-то есть? Нет. Ну и все. Какие вопросы есть? Алло, прием. Прием. Первому. Проверь, пожалуйста, местоположение по звонку. Местоположение по звонку. Проверь. Прием. Тогда слушаю. Алло. Когда будете платить по своим долгам? Вы заключили с банком договор. Не знаю. Ничего платить не собираюсь. Как со спецоперацией приеду, так и поговорим. Ну и... Алло, прием. Как принял? В таком случае, после военной операции, как вернемся... После вот и поговорим. Пока еще смысла говорить нет. После СССР поговорим. Предоставьте справку, что вы на СССР. Ничего предоставлять не буду. Некогда мне. Мне завтра на сборный пункт. Нет таких у нас. Вы в полицию дозвонились. Правильно? Нет. Ноль тридцать шесть двадцать два шестнадцать. Да, я звоню по этому. Нет, у нас номер восемь четыреста девяносто девять. Вы в полицию дозвонились. МВД России по академическому району. Откуда звоните? Пригласите, пожалуйста, Татьяну Николаевну. Я звоню по телефону. Ноль тридцать шесть двадцать два шестнадцать. Девушка, еще раз повторяю. И дозвониться до полиции я никак не могла. Вы где находитесь? Откуда звоните? Это звонок из Сбербанка. Пригласите, пожалуйста, Татьяну Николаевну к телефону. Звонок из Сбербанка. Но у нас таких здесь нет. Вы сейчас где физически находитесь? Где у вас офис? Я еще раз повторяю. Я звоню по телефону. Ну, тридцать шесть двадцать два шестнадцать. Попасть в полицию я никак не могла. Ну, вы попали в отдел МВД по академическому району. Если вы хотите проверить, приезжайте к нам сюда в отделение. Приезжайте к нам сюда в отделение. Спросите старшего лейтенанта Горинзианова Ю. Если вы не верите. Я звоню по мобильному телефону. И никак не могла попасть на стационарный. Ну, вы это сделали. Вы попали. Проверяйте этот номер, который я вам дала. Вы где находитесь, девушка? Скажите, пожалуйста. Да, всего доброго. До свидания. Мы сейчас отправим выездную группу на процессуальную проверку.